Вы никуда от нас не сквотитесь, все равно приходите на Лахоя бич. Это вот такая работа. Правда? Серьезно? Да. Вау. Какой-нибудь тост. Мы пили молча, Олег. Я когда Русику задал вопрос, Русик, кем работаешь? Людей бью. Привет, привет. Суббота, пляж Лахоя. Сегодня в Сан-Диего собирается очень много наших друзей. Я буду со многими разговаривать, спрашивать, как они себя здесь чувствуют, что нового, что происходит в их жизни. И, возможно, что-то полезное вы возьмете для себя из этого видео. Итак, суббота начинается. Лахоя бич. А вот иди, не так. Не так. А из Москвы, из какого района? Я же из Братеева. Братеева, я прожил в Урияново почти 6 лет. Не, не так ты должен был сказать. По сценарию мы не так говорим. Он славанючий. Ты должен был сказать, ну мы приехали в Москву. А тогда бы я сказал, ну вот, начинается. Откуда вообще, где коренные, так скажем, корни свои? Я из Красноярского окрая. Красноярск? Краснодар. Краснодар. Да, 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 да. Да, не, не, у нас тут народ смотрит. С юга на ютчевых приехал. У нас много очень смотрит народу, который с юга. А давно в Америке? Пять месяцев. Четыре с половиной. Но это недавно. Это недавно. Даже мы два года брать во внимание, это совсем недавно. Это еще, это знаешь, как говорится, Америки еще не знал. Мы еще не отлимотизируем. Чем занимаешься? На текущий момент времени занимаюсь ремонтом. Ремонтом. Это как бы, это как для тебя будет, временная? Это пока временная работа, конечно же. Потом планирую, как и в России, заниматься IT. IT-шли. Еще один хакер. Да. Прошлый выпуск был, одни хакеры. И в этом SEO ведешь веб? Нет. Я все чиню. Он не хакер. Я не хакер. Он ими управляет. Он заправляет хакерами и строит дроны. Так, что ты разоберешь. Ножа встречи. Я хочу. Я хочу. Да. Значит, ты лежишь вот так вот, хватаешься за края доски. Так? Да. И стараешься так, чтобы нос вот этой вот доски был чуть-чуть приподнят, чтобы волна, которая идет навстречу, тебя не вниз тащила, да, а поднимала. Потом ты это поднимаешься. Вот. И попытайся в одно движение вскочить. То есть вскочить на две ноги. Прямо вот в одно движение. Так? Ну, примерно. И поднимайся. Покажи ему. Покажи. 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 Я не знаю. Прыгнишь. Какой такой, что-то внешняя носковая. У нас здесь получается с такими небольшими, значит, под зонтиками. Одна группа под зонтиком отдыхает. Другая группа. И все вот так вот кучно. Посмотрите, вот еще группка. Вот здесь вот у нас группа. Только досок сегодня вот все разобрали. Китайские товарищи вот из КНДР приехали. И все разобрали. Мы сейчас ждем. Вот доска возвращается. Понравилось? Бери. Бери, бери. Я подожду. Всем привет. Только ты майку-то одень. Да-да-да. Пузико-то пообдерешь. Обдерешь, обдерешь. Еще люди подтягиваются. Еще наши. Из Сочи. Я ему сразу сказал. Грузин из Сочи. Они всю неделю мне твои лиски вспоминали. Всю неделю. Оля, Оля, когда будет Оля? То есть, прости. У них сейчас праздник. А вот вы когда за столом раньше садились, да, ну, сейчас не знаю, как часто, какие тосты вы говорили? Вот какой-нибудь тост. Мы пили молча, Олег. В смысле? У вас все, кстати, у вас кто-то постоянно покидал мир наш? Нет, вот какие тосты? Только первый тост. Для тех, кто в море. Для тех, кто в океане, да, науспорши. Для тех, кто плавает. А помните, такой тост был в конце 90-х? Нет, в начале 90-х. За то, чтобы у нас все было, и чтобы у нас за это ничего не было. За то, чтобы наши желания офигевали от наших возможностей. О, опять же, такой, ну, это уже... Ну, это все молча. Это был тост уже не в начале праздника, такой тост уже возникал во время. Я, как человек, который 5 лет уже не употребляет спиртное, хочу сказать, что в тостах есть хороший заряд. Поэтому даже если люди не пьют спиртное, как я, например, можно собираться вместе, говорить тосты, кушать фрукты и пить воду. Не обязательно употреблять что-то, то, что меняет наше сознание. Вот. Контролируйте себя и пейте воду. Вот такой вот вам тост, ребята. Главное, не пейте, не плавайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Видалка? Я сюда сушу мусор. Да. Спокойно. Ждем доску? Да. Ждем доску и идем. Ждем. Сегодня обязательно пойдем. Ты так намазался, что ты так блестишь, или ты? Я блестящий. Группа «Блестящие» Сан-Диего. Ура, ура! Сан-Диего. 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 Слушай. Во! Зачетная маечка. Зачетная. Это же Расторгуев, правильно? Любека. Конечно! Это лоза. Это лоза. Это лоза. В прошлой жизни. В другой жизни. Привет. Виолита, да? Да. Юля? Ира. Привет. Юля. Рассказывай, чем ты занимаешься в этом замечательном городе? Пока ничем. А чем хочешь? А чем хочешь заниматься? Хочу учиться. На кого? Ой, привет. Пока выбираю профессию. Пока выбираешь. Но к чему тянется? Вот что внутренний стержень подсказывает, чтобы тебе было интересно? Потому что, конечно, в этом городе можно заниматься абсолютно всем. Компьютер. Компьютер. Если потяну. Потянешь. Потянешь. Главное, знаешь, когда в себе не сомневаться и делать все то, что тебе нравится. С любовью и искренностью. Одна из особенностей, когда люди влияют на твои желания, да? И влияют на твою жизнь. Это они хотят тебя видеть определенным каким-то счастливым. То есть по их понятию счастья. Но оно не будет совпадать с твоим пониманием счастья. Поэтому одна из особенностей – делать себя счастливым, делай то, что ты хочешь. А не то, что тебе диктует общество, не то, что тебе диктует окружение. И в том числе и мамы, и папы. Потому что в большинстве формирование происходит, когда мы еще только, так скажем, заканчиваем школу, и идет влияние мамы, папы. Поэтому слушайте свой внутренний стержень, слушайте себя. Вот так вот. И тогда вы не ошибетесь. Про коз, которые у нас были дома, да, в Москве. Ну, не на балконе мы держали, у нас были козы в собственном хозяйстве. Мы выращивали… Молочная порода была. И в день у нас где-то около 8 литров молока было. И мы делали творог. Это Анюта, наверное, рассказывает, потому что она сейчас поставила творог делать. Да. И когда мы уходили, мы понюхали, мы понюхали этот творог, уже предсостояние творога, реальный творог. То есть реально очень классно, вкусно пахнет. Мы оценили ее сырники. Она делает такие сырники нереальные просто. Такие загорелые, знаете, уже на мексиканцев с кожей. Что? Hey, people! Как по-испански? Привет там. Алоха. Слышишь, алоха – это уже гавайский стайл. Не, подожди. Арива. Барив. А, это по-другому. Барив – это в Лос-Анджелесе, друзья мои близкие, друзья. Недавно познакомился с интересным человеком. Ливон зовут. Он занимается автомобильным бизнесом. Ливон в Лос-Анджелесе. Занимается бизнесом. Лизинг, аренда. Обслуживает сам Аэрофорт. Аэрофлот. Аэрофлот. Да, и если кто-то хочет Lamborghini взять, покататься, ну, показать, какой он состоятельный – это к Ливону. А Ливон ездит на Гелендвагене с московскими номерами. Пять девяток. Аэмер. Те, кто из Москвы, знают, что такое Аэмер. Придёте ещё? Я придёл. Придёте ещё. Приятно познакомиться. Взаимно, взаимно. Мы уже, наверное, свои купим. Шатры? Доски. Шатры и доски. Говорят, в кастка 100 баксов. Наверное, для начала будет самое то. Мягко, чтобы было. Да. Прицепил её к ноге, и никто не заберёт. Тебе не жарко? Не смотря когда. Оль, расскажи ребятам, вот, мужчинам, чем ты занималась последние четыре года в Америке? Пожалуйста. Пожалуйста. Я просто хотел бы, чтобы они… Не-не-не-не, расскажи, правда, вот. Алик, поставьте. Чем ты занималась в Америке последние четыре года? Я военнослужащая была и сейчас в резерве. Она в резерве. Она была по океану, по всей стране. Вот так вот. Она служила, и мы уже третью неделю с ней договариваемся сделать интервью. Давайте забиваемся на вторник. Я тебе позвоню, у меня телефон твой есть, и договоримся. Я тоже в Русика интервью. Русик, мы снимем с тобой бойцовское интервью. Тоже во вторник. Во вторник, да. Я, когда Русику задал вопрос, Русик, кем работаешь? Людей бью. Я говорю, ну, конечно, здесь в Даунтауне встретишь. Если серьезно, чем занимаешься? Так скажем, это такая видеозамануха. Борьбой занимаюсь. Борьбой. Как это? Покажи, покажи. Нет, это профессионально, или ты занимаешься спортом? Я работаю со сборной США. Тренируюсь с ними. Но цель твоя? Олимпийский рекорд? Олимпийские игры. Олимпийские игры. Олимпийские игры. Олимпийские рекорды, шлемы, медали. У тебя есть? В один год. А, старый. Работать? Окей, где будет следующая Олимпиада? В какой? Токио. Токио. Мы едем в Токио, ребята. Мы едем с Русиком в Токио. Так что за... За... Против того, чтобы потом вообще об этих людях говорили. Это мое личное мнение. Оно связано с тем, что не может быть человек примером, даже если он талантливый, но покинул жизнь, да, приняв такое решение, самоубийство. Я думаю, что это плохие примеры для подрастающего поколения. И неважно, какой был ли он талантливый или неталантливый. Самоубийство это однозначно не должно афишироваться. Все. Человек это сделал, про него просто забыли и все. Это мое мнение. Это мое мнение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Лена. Леночка, чем будете, чем хотелось бы заняться в Америке? То есть вот когда наступит время, когда уже можно будет заняться, вот чем бы, вот что бы? Я волос наращивала и здесь и буду наращивать. О, только недавно в Голливуде видел большой-большой магазин, парики, там, знаете, такие самые волосы. И кто-то давал пост в Фейсбуке, продают, ну, типа, волосы с России и Украины. Вот, а какие волосы лучше, украинские или русские? Одинаково, Россия и Украина одинаково. А прикольно, прикольно. А для чего, ну, для меня вот мужчины, да, до сих пор непонятно, зачем наращивают и кто этим пользуется, вот, кто это использует? Ну, во-первых, у нас сейчас девочки все красатся, куртят волосы красками. Крашеные. Да. А потом наращивают, чтобы были красивые русские волосы. А, ну, то есть свои уже, свои начинают, потеряют каротиновый баланс, да, то есть и вот так вот. Так что, девчонки, кто хочет нарастить, сделать себе пышную шевелюру, ну, не такую, конечно, вот, обращайтесь. Я думаю, что под этим видео будете писать комментарии, а мы будем передавать их в нужные руки. Это один из доноров, один из доноров, причем, как бы, обращая внимание, что шейный отдел, шейный твой отдел, в последнее время немного опустошается. Но я же донор. А почему такими порциями? Почему не сразу? Почему не сразу? Здесь более быстро растут волосы. Я сделаю эксперимент, мы, знаешь, постараемся... Здесь идет пробор, потом дреды. Мы неделю с ним, а это филейная часть, это какой-то, знаешь, вот, мы проведем с ним неделю и будем проводить замеры. Сколько, сколько человек дает в сутки волосы. Мне камеру в руки Бог дал при рождении. Только в седьмой плюс он не сразу мне дал. Я все съемки сейчас, последние, делаю не на GoPro, не на Sony, не на Canon, а седьмой плюс. И вот это он мне дал уже, как только, когда он появился, да, в первые же дни мне пришел седьмой плюс. Поэтому просто так не обделаешься. В общем, в следующий раз, ребята, берите наручники, чтобы мы тогда Олега вот так приклеем сзади, чтобы он не мог достать телефон. И тогда кто-то будет другой не снимать. Ты забыл, ты забыл, я тебе не говорил, но у меня встроенная камера еще есть. А, вот оно что. Да. Придешь еще? Конечно. Дайте. Давай. Давай, куда занимаетесь здесь Сан-Диего? Все, что ты не делал. Вот, все, все. No comments. Чем еще Сан-Диего заниматься? Когда у тебя, так скажем, пассивный доход есть? Есть. Есть пассивный доход? В процессе. В процессе. Инстаграм настраиваешь? Нет. Нет? Свой такой. Свой? Биткоины дома выращивают и все хорошо. Кому-то он. О, новое слово. Биткоин. Не знаете, да? Ура, я нашел человека, который не знает. Свекла? Свекла, да. Свекла. Я нашел человека, который не знает, что такое биткоин. Вы знаете, что такое биткоин? Я тоже не знаю. Окей. Лично, лично для вас. Давайте для вас такой маленький ликбез. Биткоин. Близ опрос. Я сейчас задам вопрос еще нашим друзьям. Вот у вас не биткоины, это орехи. Поцени биткоин. Можете рассказать, что такое биткоин? Он говорит, типа... Ой, не только не сейчас. Не сейчас. Мисс Анюта, расскажи, что такое биткоин. Я? Нет. Он такой... Это биткоин. Это биткоин. Что такое биткоин? Нет. Вон, электронная валюта. Это деньги, которые выращиваются фермами. Видео такая вот карта, которая много-много-много времени работает при помощи программы и делаются виртуальные деньги, которые сейчас оцениваются. Один биткоин 2400 долларов. И люди начинались с десяти центов. Короче, пирамида, да? Нет. Это сейчас реальные деньги, которые заменяют живые деньги. Но они уже котируются. Ведь деньги это что? Вот. Вот это вот деньги. Это новая валюта. Сегодня я объявляю, что это новые деньги. Это то же самое, что доллар, который в виде бумаги присутствует. А сейчас уже время технологий, IT. Поэтому биткоин это виртуальные деньги. Я уже, наверное, просто за бумажей. Мы с вами в одном ряду. Я тоже за такие, которые шелестят, хрустят и свежей красочкой. Поэтому желаю вам огромного, горечества, денег, и чтобы вы все могли себе поместить. Пожелайте что-нибудь всем нашим соотечественникам из Сан-Диего на предстоящую неделю. Вы никуда от нас не скроете. Все равно приходите на лохое бич. Рано или поздно, рано или поздно вы все равно придете на лохое бич. Беда. Беда, беда, беда. У Гиви сломалась машина. Ту, сломалась. Захлопнулась. Я не знаю, как Гиви. Ну, хотя Гиви мог. Вы же видели? Мог. Оставил ключи в машине. И нужно сейчас ее вскрыть. О, кто будет скрывать машину? Буду я вскрывать машину. Что-то... Что он нам притащил? Смотри, подручные... Не, не важно, потом на видео прослушать. Не, не... Подручное средство. Нашли... Нормальный зонт. Кто выбросил нормальный зонт? Вот это. Да, мы сейчас будем подручным зонтом открывать машину. Каких-то 5 минут. Никакого волшебства. Дай сюда вот эту штуку. Вот эту белую. Зонтик пока. Мы сделали из зонтика вот такой вот крючок. Вот такой вот крючок. Немножко поковыряли. Зонтик нашли здесь на... На пляже ввалялся. Вот. Ну и все. Машина открыта. Счастливый обладатель открытой машины. Так, ключи забрал? Пошли. Все, мы идем дальше плавать. Да? Да, хотя бы пару волн. Думаю, что стоит поймать. Хорошие зонтики. Бразилии. Бразилииан стайл. Дай 5. Ты сегодня татуированная? Да, сама себя не разрисовала. Хною? Да. А мы только что машину вскрыли. Может быть, нет? Что? Машину вскрывал сейчас. Что? У него захлопнулась машина. Да. И я сейчас ее вскрыл. Тебе понравилось? Обалденно. Обалденно. Поехали. Запрягай батьку. Запрягайте батьку. Погнали. Вот они санки по-калифорнийски. Это калифорнийские саночки, а это вот папа. Папа Дима. О, качок, рэмбо. Первая кровь. Пустим первую. Первую пустим. Готов к покорению Тихого океана? Нет. Нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой костюм? Прямо чтобы как улы не покусали. А что вы пьете во второй половине дня? Холодное кофе. Холодный кофе или латте? Кофе с молоком. Кофе с молоком. Кофе я лай. Кофе. Я тоже очень люблю. Я страшный кофеман. И вот иногда пытаюсь бросить. У вас никогда не возникает желание периодически бросить кофе? Нет. Значит вы еще не дошли до той кондиции, которой дошел я. То есть кофе, 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 кофе. Но чередуете с чаем? Иногда. Вы предпочитаете кофе. Как вас зовут? Лена. Леночка, чем занимаетесь в Сан-Диего? Биолог. Биолог. Вы изучаете биологические существа животных? Или это... С чем связана работа? С семенологией в основном. Переведите. Нам. Нам, простым московским крестьянам. А вы, кстати, откуда? С Владивостока. Владивосток. Ну, это рядом. На другом конце страны. А как это расшифровывается? Я занимаюсь производством антител. Для всех животных. Антитела. Антитела вы уже знаете? Если не знаете, есть такая очень полезная страница. Google. Антитела. И там мы все найдем. Добро пожаловать! Всем привет! Сидим. А я чувствую запах кофе. Такой, ну, нереальный запах кофе. Я уж думал сначала, что у меня глючит. Оказывается, у нас здесь, в соседней палаточке, предприимчивый человек варит кофе. Сейчас мы пойдем к нему и спросим, может быть, он угостит нас кофе? Обычное дело. Очередь в туалет. Да, здесь достаточно много туалетов, но, собственно говоря, и желающих тоже немало. Здесь обмываются сами, обмывают свои доски. С этой стороны тоже туалет, и очередь еще больше. Ну что, вот и закончилась еще одна суббота. Закончился прекрасный отдых в Лахое с нашими русскоговорящими друзьями, которые пришли на эту встречу. Огромное вам спасибо за вашу сёрфинг. Спасибо за ваше добро и за ваше тепло, которое вы принесли. Огромное-огромное спасибо. Кстати, сейчас покажу вам эту палатку, чтобы вы в следующий раз легко нашли. Напоминаю, каждую субботу вы можете прийти с нами или без нас на Лахое бич-пляж. И найдете именно в субботу вот эту палату с желтыми майками. Вы видите ее. Она между 32-й и 33-й спасательной вышкой. Вот здесь вот на фронте увидите вот эти желтые доски. Вот они, желтые доски. Вы можете их взять. То есть подойдете, скажете, можно? Вам скажут, конечно, можно. Поэтому приходите, плавайте, осваивайтесь. Для первого раза нужно, чтобы устойчивее была. Научись, научись на ней лежать сначала. Лежать, ловить. А какие основные принципы? Основные принципы сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 Так что приходите на Лахоя. Берите доски. Вот наши. Опять же наши. И учитесь. Учитесь плавать на доске. В Калифорнии это очень актуально. Опять же для здоровья это отличный вид спорта, вид отдыха. Как хотите это назовите. Главное, что это классно. Хорошего вам настроения. И спасибо вам за просмотр сегодняшнего видео. Надеюсь, вам нравятся наши репортажи с летнего пляжа в Калифорнии. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить включенным колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о том, как только выйдет наш новый репортаж. С вами был Олег Забугорский. Забугром. Лайф. Пока. Я правда блог уже закончил. Но как я могу не снять девчонок таких прекрасных? Я уже закончил сегодня влог. Я уже сказал, со всеми попрощался. Еще раз. Подписывайтесь. Нет, я вставлю именно так. А сколько у вас подписчиков? Вы подпишитесь. Мало, 3000. Мы будем 3001. Да? Забугром лайф. Олег Забугорский. Забугром лайф. Да. А вы перископом не пользуетесь? Нет. Это же в прошлый век. Нет, ну когда мы в прошлом веке пользовались, мы там очень популярны. У нас там вау. А вы откуда? Вообще популярен в Москве. Москва. Так, наверное. Москва. Питерзацию. Слушайте, здесь Питера было сегодня полно. Очень. Ну я не знаю, как Питер. Но здесь много года. Нет, нет. Они говорят, мы из Питера. Опять уже. Тихо. Во-первых, вы, наверное, не знаете, да? Мы собираем здесь по субботам русский. Говорящий. То есть вы даете... Все. Все, все. На этом пока-пока. Все. Питеру пить. А Бортен Тревел. Что именно делаете? То есть это вот... Какая-то работа. О. Правда? Серьезно? Да. Вау. Не очень вау. Нет? А, ну, окей. Это вам не очень вау. Мне вау. Потому что я никогда не... Не вау. А это какие? Мариот. Хаят. Хаят. Хаят, это вау. Жил я в Хаят в Лас-Вегасе. Мне очень понравилось. Очень здорово. Так. Ну окей. Тогда надо будет вас будет допросить, если вы... А вы не против дать интервью? Да, конечно. Я вообще журналист. Журналист. Учусь. Коллега. Очень хорошо. Я вас могу многими интересными людьми познакомить. Из Москвы, правда. Журналистики. Да. Так что все. Ребята, на этом теперь точно все-все-все. Это седьмое прощание на сегодня. Вы еще серфать? Да. Окей. Я позадусь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова